Добрый вечер! Прямые эфиры на Медиа-Инфорум продолжают свою работу, и в этой студии эти полчаса буду работать для вас я, Людмила Мельчук. Тему предлагают, скорее всего, для обсуждения актуальную, нежели интересную. Почему говорят так? Да простят меня мои гости только потому, что тема ценообразования на сегодняшний день изрядно утомила наше население. Ценники в магазинах, к сожалению, меняются скорее ежедневно, нежели еженедельно. Так вот, если в гастрономическом предпочтении мы как-то можем скорректировать свои вкусы, может быть, даже отказаться от того или иного продукта, то, к сожалению, с коммунальными услугами так не получится. Кроме того, наша власть имущая, наше правительство уже на сегодняшний день порадовало нас новыми тарифами на природный газ. Что говорить, что остается делать? Наверное, только задаваться вопросом, а можем ли мы, простые потребители, как-то защитить свой бюджет? И существует ли оптимальная альтернативная энергетика, которая станет нам, наверное, в помощь в борьбе с этой сумасшедшей гиперинфляцией? Итак, на этой ноте я хочу представить вам сегодня наших сегодняшних гостей. Знакомьтесь, Сергей Калачиков, учредитель компании системы альтернативной энергетики. И рядом с ним сидит Виктор Довгань, руководитель проекта системы альтернативной энергетики. Итак, господа, я предлагаю построить нашу работу таким образом. Мы сейчас уходим на интересный информационный сюжет, который даст нам почву для дальнейшего предметного разговора. После мы возвращаемся в студию, разговариваем со зрителем, принимаем телефонные звонки и начинаем. Прошу внимания на экран. На сегодняшний день все мы в большей части зависим от газового снабжения. Но, к сожалению, ввиду нового ценообразования, население вынуждено чаще обращать внимание на альтернативную энергетику. Вариантов существует несколько. И более того, часть из них позволяет разумно комбинировать с существующими газовыми котлами именно в тендеме с оборудованием альтернативной энергетики. Это солнечные коллектора, это твердотопливные котлы, это тепловые насосы, это тепловые панели. Не важно, какой вид этого оборудования вы примените у себя на объекте. Важно для того, чтобы попытаться диверсифицировать ваши риски. Для того, чтобы вы не зависели напрямую от газового котла, от наличия давления газа, от его цены. Для того, чтобы вы могли отопить свой дом, свою квартиру, вне зависимости от внешних факторов. Сегодня, еще буквально несколько дней назад, еще год назад, для многих стоял вопрос окупаемости. Для многих стоял очень важен вопрос, как быстро ваши первоначальные инвестиции смогут окупиться. Сейчас, мне кажется, на повестку дня выходит вопрос автономии и превращения своего дома в свою энергетическую крепость. Компания и система альтернативной энергетики предлагают типовые решения не только для частных домов, но и для квартир различных площадей. В последнем случае наиболее выгоден тепловой насос. Вы можете поставить тепловой насос, который работает от электроэнергии, который потребляет с киловатта электрический, 4 киловатта тепловой вырабатывает. Такая конверсия с киловатта электрической на 4 киловатта тепловой достигается теми техническими новшествами, которые применяются в этом оборудовании. Оно довольно-таки компактное. Покупая такое оборудование, вы решаете сразу три вопроса – тепло, холод и горячую воду. Что касается частных домов, уместно будет рассмотреть твердотопливные котлы. Они разделяются на несколько групп. Есть универсальные, простые, дешевые твердотопливные котлы, которые всеядные. Их можно полить уголь, в них можно сжигать дрова, в них можно сжигать топливные брикеты. И это твердотопливные котлы, которые чаще всего используются именно как аварийно-резервный источник на случай, если какие-то проблемы с газом. Если мы говорим о управлении затрат, то разумно ставить котлы, которые могут работать на пилетах, которые идут с автоматической загрузкой, опять же всеядные. Вы опять можете управлять своими затратами. Вы можете, допустим, в период межсезонья использовать газовый котел, а когда на улице похолодало, для Одессы холодно – это минус 3 градуса. Вы включаете твердотопливный котел, который полноценно отапливает ваш дом, приготовляет вам горячую воду. И вы опять же остаетесь в лимитах по газу. Основным недостатком твердотопливных котлов на сегодняшний день является то, что нам необходимо следить за наличием топлива в котле. Исходя из вышеуказанных недостатков, данный вид техники, скорее всего, будет неудобен в эксплуатации женщинам, чьи мужья временно отсутствуют в командировках. Например, моряки, дальнебойщики. Отдельное внимание заслуживают солнечные коллекторы. Это оборудование, которое за счет солнечной энергии переобразовывает энергию в тепловую. Оно прекрасно нагревает воду и очень хорошо используется для нагрева горячей воды. Актуально это для частного сектора. Это, например, дома частные. Это гостиницы сезонные, всесезонные предприятия и организации. Опираясь на широкий спектр компаний, можно быть уверенным в завтрашнем дне и быть полностью независимым от центрального энергосбережения. С альтернативной энергетикой не страшны ни отключения, ни повышения цен на коммунальные услуги. Оборудование, которое предлагает наша компания, является обеспечение бесперебойного питания. За моей спиной находится один из элементов данной системы. Это называется фотоэлектрический модуль, при помощи которых мы берем энергию солнца, аккумулируем ее и этим самым снабжаем автоматику котлов. Перед использованием любых энергосберегающих технологий компания из системы альтернативной энергетики рекомендует произвести качественный энергоаудит. С помощью тепловизора мы можем увидеть места основных теплопотерь в здании и провести качественное утепление фасада, замену окон на энергосберегающие или, в лучшем случае, на металлопластиковые. Исходя из результатов технического аудита, специалистами компании будет подобран правильный вариант энергоустановки, что позволит при минимальных инвестициях добиться желаемой цели. Ну что ж, посмотрели сюжет и стало ясно, что вариантов, конечно, несколько. Но мне почему-то приглянулась фраза, последняя из сюжета, по-моему, вашей, Сергей. Все-таки стоит начать на старте технического проекта с энергоаудита, да? Что это позволяет нам? Да, конечно, мы рекомендуем до того, как планировать любую установку альтернативной энергетики, сделать элементарный энергоаудит здания, дома, какого-то сооружения. Для этого нужно пригласить специалиста с тепловизором, который позволит определить места теплопотерь, и просто-напросто утеплить дом и предотвратить энергопотери. То есть в дальнейшем это экономит средства заказчика? Можно так говорить? Тут я бы дополнил Сергею. Зачастую достаточно просто качественно утеплить дом, это может снизить объемы потребления газа на 15-20%, что уже само по себе является очень неплохим результатом. Очень многие наши заказчики после тепловизионной съемки и качественного утепления дома на этом не останавливаются. То есть они видят реальный эффект, и для них этого уже достаточно. Но, как вы правильно сказали в начале передачи, на сегодняшний день галлопирующая цена на газ и следующее за ним последствия электричества, мы это понимаем и уже слышим об этом, приводит к тому, что просто утеплиться уже становится недостаточно. Уже нужно продумывать какие-то варианты, когда мы можем меньше потреблять газа для отопления дома. И здесь, как вы опять же правильно сказали, системы альтернативной энергетики выступают как большой конструктор лего, который можно собирать под каждую задачу по желанию заказчика. Комплектовать таким образом? Комплектовать. В зависимости от конкретных задач, конкретных проблем, количество отапливаемой площади, количество людей, которые проживают в этом доме. Можно делать такую, сякую систему. Самая главная задача заключается, как в математике, разумная и достаточная. Для того, чтобы она и была инвестиционно первоначально не очень больная для кармана, и в то же время приносила максимальный результат в течение всего года. Слава Богу, мы живем на юге, и у нас количество солнечных дней самое большое в Украине. Хорошо. Если вернуться, давайте прервемся. Да. Я слышал, уже нам звукорежиссер подсказывает, что у нас звоночек. Да, говорите. Алло, здравствуйте, говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. Меня зовут Андрей. Я хотел бы задать такой вопрос. Я каждый год с семьей в зимнее время, в отопительный кривот, уезжаю. На месяц иногда больше. И опасаюсь, что моя система отопления может развернуться, так как дом остается без присмотра. Что вы можете предложить? Может, какое-то есть решение у вас, чтобы мое спасение, как говорится, убрать? Спасибо, спасибо. Понятно. Звонок прям в цель. Да, абсолютно верно. Задача, которую я озвучил, если я правильно запомнил Андрей, она состоит, на самом деле, из двух частей. Часть первая. Это называется автономное электроснабжение топочный. Есть какой-то традиционный газовый котел, у которого есть какая-то автоматика, циркуляционный насос. Надо, чтобы он работал при наличии газа. Для этого ставится несколько фотоэлектрических модулей, солнечных батарей, как принято их называть. Небольшой инвертор-аккумулятор. И мы можем в течение всего светового дня и ночью в том числе запитывать этот котел от солнышка. То есть, если выключили электричество на сутки, на двое, на трое, все равно ваша отопительная техника продолжает работать. И второй вариант. Если мы установили солнечные коллектора, это то оборудование, которое от энергии солнца вырабатывает тепло и передает в систему теплоснабжения дома. То даже если вдруг газа не будет, упадет давление, либо по каким-то причинам его на какое-то время отключат, ну, авария, допустим, то с помощью солнечных коллекторов можно добиться температуры в помещении плюс 9, плюс 12, что вполне достаточно, как защита от промерзания. То есть, ставя систему солнечных коллекторов, мы получаем три в одном. Экономия газа. Вы получаете систему антизамерзайки. Ваш дом все равно не замерзнет. И, кроме этого, вы еще получаете систему, которая позволяет в течение всего года получать горячую воду бесплатно от солнышка. У кого есть бассейн, еще и бассейн можем нагреть. Ага, вот так. Практически четыре в одном. Ну да. А скажите, я правильно поняла, солнечные коллектора — это те, которые устанавливаются на крыше? Ну, солнечные батареи тоже устанавливаются на крыше, но солнечные батареи, фотоэлектрические модули, технически придуманы для выработки электричества, а солнечные коллектора технически придуманы для выработки тепла и передачи его в систему отопления. Немножко разные технологии, но от одного того же солнышка. То есть я говорю прежде всего о том, что я часто почему-то именно в Савиньоне встречала еще несколько лет назад. Солнечные коллектора. Причем самое что интересное, прошу прощения, что перебиваю, мне как-то даже показалось, что это некий дизайн дома. То есть настолько это не выбивается из ансамбля архитектурного. И более того, вот у меня сразу вопрос, к чему? Ну, помним, да, 29 декабря запорошила немножечко Одессу. Снег, дождь, ветер. Как вот на такие погодные условия влияют солнечные коллектора? Шикарно. Серьезно? Да. Значит, у нас у одного из клиентов стоит солнечная фотоэлектрическая система. И 29-30 у них, где они проживают, в червоных утра не было электроэнергии. С помощью нашей системы дом смог поддерживать работоспособность. Понятно, что они не включали все на свете, но топочная продолжала работать. Если же мы говорим про солнечные коллектора, снег сходит в течение первого часа после восхода солнца. За счет восхода солнца разогревается поверхность солнечных коллекторов, и снег превращается в воду, которая просто стекает. То есть они помогают защищать еще и крышу. Ну да, они разогреваются от солнечных лучей. Уходим на звоночек. Алло. Да, слушаем. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. У меня вот такой вопрос к гостю программы. У меня частный дом. Муж в силу своей профессии находится в длительных командировках. Скажите, а вот как можно решить вопрос автономного отопления? И чтобы это было эффективно, ну, в экономическом плане, и мне как женщине несложно было бы ее эксплуатировать. Вы знаете, очень правильный вопрос. Я, к сожалению, а может быть и к счастью, когда посмотрела сюжет, тоже подумала, если вдруг никто не дозвонится с подобным вопросом, от лица всех женщин задам подобный вопрос, поскольку действительно очень многие мужья работают за границей, кто-то, может быть, плавает. И действительно, как в такой ситуации быть? Ну, если мы говорим о конкретно такой ситуации, понятно, что твердотопливный котел предлагать смысла нет, потому что он подразумевает участие человека постоянно, так как ребенок его надо кормить. Да, да. Здесь можно рассматривать солнечные коллектора, о которых мы говорили выше. Можно рассматривать тепловой насос. О нем было в сюжете. Это оборудование, которое устанавливается возле дома. Это оборудование легко монтируемое, быстро монтируемое, которое работает от электричества и позволяет получать полноценное отопление. Человек, у которого стоит дома газовый котел, солнечные коллектора или газовый котел и тепловой насос, а в идеале все три источника, может управлять своими затратами. Мы все знаем, что есть проблема, связанная с лимитами. Если мы переходим за лимиты, цена на газ увеличивается в разы. Да. И если дом удерживается в лимите, это уже очень хорошее подспорье. С помощью вот таких вот вариантов, то есть отвечая на звонок девушки, однозначно, солнечные коллектора, тепловые насосы, они не требуют участия человека, они могут быть полностью автономными. Ну и якобы похвалюсь, у нас есть сервис, мы все наше оборудование можем принимать на трехлетнюю сервисную гарантию. Об этом мы детально поговорим. Давайте не забегать вперед. Хорошо. Итак, у нас еще звоночек. Говорите, добрый вечер. Добрый вечер, меня зовут Евгений. У меня такой вопрос. Я живу в частном доме, за городом. Дом по квадратам. Меня интересует вопрос экономии на коммунальных услугах. У меня в месяц, и мне период выходит в плату порядка полутора тысяч ливер. Ну, есть там определенные сложности, с утеплением. Вот хотел бы, по идее, какие вы можете содержать вариации альтернативы, да? Это какой-то одной дорогой источник. Да, да, понимаем. Спасибо. Вы нас немножечко опередили. Это вопрос даже где-то и окупаемости вашего оборудования. Итак, какая есть арифметика? Ну, если мы говорим, если я правильно услышал, 100-метровый дом. Да. Если мы говорим 100 метров, то это в среднем годовое потребление где-то 1750 метров кубических газа. Это небольшое потребление. То есть человек, который звонит, он в принципе не выходит за нижний лимит. Уже что само по себе очень неплохо. Здесь можно посоветовать на самом деле что называется любой из вариантов. В идеале это выехать на объект и, конечно же, его посмотреть с точки зрения теплопотерь, конструкции крыши и все остальное. Ваша первичная консультация? Ничего не стоит. Нет? Ничего не стоит. И вы из нашего специалиста тоже. По Одессе. Если это в Николаев... Ну, понятно. Здесь уже, извините, даже расход топлива. Значит, так вот огульно можно сказать о чем? Если мы установим небольшую систему на солнечных коллекторах, то мы сможем снизить объемы потребления газа примерно на 40% в отопительный период. Летом, понятно, газ вообще не будет использоваться. Будет использоваться энергия солнца. Если мы установим тепловой насос, для такого небольшого дома тепловой насос... Я не вижу целесообразности устанавливать. Тепловые насосы эффективны от 200 до 600 метров квадратных. Сегодня есть в Одессе такие дома, которые 600 метров и даже больше. Вот. Что касается... Вот для такого дома я бы как раз рекомендовал бы твердотопливный котел, если такая возможность есть у заказчика. Если мужчина постоянно находится дома. Потому что для 100 метрового дома за глаза 9-10 киловаттного твердотопливного котла стоят он сущие пустяки. И опять же с помощью него можно разумно регулировать потребление газа. То есть пока идет межсезонье, пока идет одесская зима, там плюс 7, плюс 5, можно топиться газом. Похолодало, мы включили твердотопливный котел, и мы уже начинаем разумно экономить. Если говорить о окупаемости для такого 100-метрового дома, то здесь окупаемость будет где-то в районе, наверное, 2,5 лет. Если же мы говорили бы о доме, допустим, 300-350 метров квадратных, то там математика гораздо интереснее. Потому что, как ни странно, чем больше отапливаемая площадь, чем больше людей проживает в доме, тем быстрее все эти инвестиции окупаются. Потому что идет интенсивный водоразбор, идет интенсивные теплопотери дома, и, соответственно, любое, даже небольшое снижение потребления газа, там даже на 30%, уже дает ощутимый эффект. Поэтому, если брать опять же огульно, то чем больше метраж, тем эффективнее применение систем, и окупаемость в среднем на сегодняшний день колеблется от 2 до 3,5 лет. Но тут еще важный момент, о котором я хочу все-таки сказать. Окупаемость – это был самый важный вопрос, который нам задавали в 2010, 2011, 2012 году. Сейчас я все-таки поставил бы во главу угла еще вопрос того, что покупая такую систему, вы еще решаете вопрос автономного электроснабжения, либо теплообеспечения собственного дома, либо квартиры. И вы становитесь все-таки энергонезависимым. И даже если произошло 29 декабря, Одессу замело, не дай бог, отключило все, вы можете быть спокойны, что ваша семья не замерзнет. А это тоже стоит денег. То есть ваш дом в тепле и светится? Да. У нас снова есть звоночек, я почему-то была более чем уверена, что сегодня мы получим шквал звонков. Алло, говорите. Спасибо. Говорите, пожалуйста. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Вы знаете, я только-только подключился и не слышал разговор, ну, прежде. Будьте добры, ответьте на такой вопрос. А остался закон? Еще раз, остался. Который запрещает квартира ставить двухконторные котлы. То есть, ну, свое отопление. Понятно, спасибо. Вопрос на самом деле сложный и неоднозначный. Объясню, почему. Есть как бы определенная коллизия. Для того, чтобы в многоквартирном доме установить сначала какой-либо отопительный прибор, газовый котел, электрокотел, тепловой насос. Нужно сначала отключиться от централизованной системы отопления. А лучше это сделать в квартире от строителей, правильно? Это вообще сказка. Но если мы говорим о старом жилом фонде, то, что уже на сегодняшний день сдано, самое большое камень преткновения — это получить справку от существующих теплосетей о том, что они тебя отключили от отопления централизованного. Это сложно или нет? Тут, скажем так, это решаемый вопрос, но не для всех домов. Почему? Для многих эта проблема чисто техническая, потому что у нас у многих ленинградская система отопления, стояковая система отопления, где-то является определенной конструктивной сложностью. Ну и второе, будем честными, теплоцентраль не хочет терять клиентов. Если они начнут легко отключать, то они какое-то время могут остаться вообще без плательщиков. То есть тут, скажем так, сначала надо решить вопрос... Побороться, я бы сказала. Побороть и отключиться от городской существующей системы отопления, а потом можно решить вопрос. Но опять же, по электричеству, по тепловому насосу, по электрокотлу это не проблема. Что касается по газовым котлам, все знают, что есть определенные нормы, есть ДБН установленные, и если это дома выше определенной этажности, установка газового котла не разрешена. То есть для пятиэтажки, для хрущевки, для сталинки, это реальный вопрос. Если вы живете в 16-этажном доме, просто Одесса-газ не подключат, потому что это угроза для ваших соседей. Хорошо, у нас осталось совсем немного времени до конца эфира. Вопрос, который хотелось бы, наверное, сдать не только мне, а вообще всем нашим потребителям. И все-таки те варианты, которые более приемлемы для нашей погоды. Я знаю, что вы не только в Одессе устанавливаете. То есть это южный регион. Херсон, Николаев, Одесса. Да, до недавнего времени очень активно Крым. Серьезно, да? Да, по Крыму было очень много объектов, они до сих пор есть. Но опять-таки южный регион. Да, то есть в Крыму это вообще было. Зато как Каролина Бугас, Одесса, Херсонская, Николаевская области. Самое актуальное на сегодняшний день все-таки для Одесского региона остаются солнечные коллектора. В прошлом году в связи с бумом, который был, было огромное количество проданных твердотопливных котлов. Но все столкнулись с проблемой отсутствия топлива. Уголь, мы знаем, что с ним. Дрова и пилеты, те, кто с этим столкнулись, были удивлены. Цена выросла в 3-4 раза по сравнению... Почему? Да, отсутствие дешевого топлива. Да, отсутствие дешевого топлива. То есть твердотопливный котел из разряда дешево и сердито перешел в разряд дешево, и где взять это топливо. Конечно. Поэтому на сегодняшний день, с учетом того, что все-таки электричество отстает от газа, мы рекомендуем рассматривать все-таки вопрос электрического отопления. Но на обычном электрокотле оно получается невыгодно с учетом нового тарифа. С учетом нового тарифа все-таки выгоднее применять тепловой насос, потому что, как мы говорили, с киловатт электрической 4-ти тепловой. Ну и солнечные коллектора, которые сегодня можно комбинировать как угодно, решать любую задачу и снижать объемы потребления газа. Я хотел бы, если можно, буквально минутку. Значит, вот если мы говорим про частный дом отапливаемой площади где-то в районе 200 метров квадратных, то получается, что и в этом доме, допустим, живет 3 человека. Объем газа составляет от 3,5 тысяч метров кубических газов в год. Это уже как бы эмпирически из практики. В денежном выражении сегодня люди платят за отопление в районе 6 тысяч гривен в год. Платили. Это по старым тарифам. Да, по старым. После повышения цены на 280% ежегодный платеж, по нашим расчетам, составит 18 тысяч гривен. После повышения цены в 7 раз, как нам обещают, я надеюсь, что что-то изменится. Либо 280%. Это как-то больше шокирует людей. Вот. 43 тысячи гривен будет стоить платеж за газ, да? То есть с 6 до 43. А для тех, у кого дом 600 метров квадратных, платеж в год составит 150 тысяч гривен. И буквально... Только буквально сегодня утром я услышал по радио новое, что в зависимости от роста курса доллара будут производиться еще пересчеты тарифов на газ. Я не могу говорить, что это вот уже принято. Услышал по радио, что типа все равно привязка к доллару. То есть мы понимаем, что в любом случае, к сожалению... Внушительные цифры. Внушительные цифры. И тут бороться можно двумя способами. Переезжать в маленький дом, что неинтересно. Либо применять какие-то системы, которые позволяют экономить. Ребята, у нас осталось буквально 3 минуты. Я знаю, что вы готовитесь с 12-го числа, с 12-го марта выставляться на выставке на Моровокзале. В двух словах буквально. Выставка пройдет с четверга по воскресенье. Это, соответственно, с 12-го по 15-е марта. Вот уже послезавтра. Три дня. Четыре дня. Четыре дня. Пятница, суббота, воскресенье. Мы вас всех приглашаем. На стенде будут работать наши инженера. Наши специалисты. Мы доступно попытаемся на стенде объяснить, что к чему показать, дать потрогать. Для многих это очень важно. Постараемся в рамках этой выставки... А, мы проведем семинар в субботу в 11.30 на территории Моровокзала, в выставочном павильоне. Будет проведен семинар по энергосберегающим технологиям и разумное энергосбережение в частном и многоквартирном доме. Вход на этот семинар бесплатный. Все, что нужно, просто в 11.30 быть на территории выставки. Это какого числа? Это в субботу... В субботу, в субботу, в субботу... Что у нас в субботу? В субботу это получается 14 марта. 14 марта. А с 12 марта, я напоминаю, все желающие, кто не дозвонился, кто хочет задать свои вопросы, пожалуйста, милости просим на Моровокзал, выставочный комплекс. Итак, наш прямой эфир подходит к концу. К сожалению, 30 минут — это мало. Хочется обсудить больше, потому что тема весьма многогранная, я бы сказала. Я напоминаю, у нас в студии был Сергей Калачиков, учредитель проекта системы альтернативной энергетики, и Виктор Довгань, руководитель проекта системы альтернативной энергетики. Я бы сказала проще. Люди, которые знают все о оптимальной системной энергетике. Спасибо. И наша замечательная ведущая Людмила. Спасибо вам большое. Итак, до новых встреч. Не переключайтесь, смотрите Медиан Форум. С нами всегда интереснее. Будьте здоровы.